Композитинг Главной особенностью этого курса всегда была жесткая привязка к индустрии, имитация в процессе обучения реального пайплайна работы в компании. То есть человек в процессе обучения уже привыкает к тому, что у него есть супервайзер, у него есть другие ребята, которые ему выдают съемочный материал, какие-то трехмерные компоненты, и с которыми он работает. Также в процессе обучения он получает комментарии, и так же, как на студии, он сдает свою работу своему руководителю. Мне понравилось, я прям с восторгом смотрел то, что они делают. И меня что порадовало, они делают не только программу, но еще и вот эти вот самостоятельные вещи, которые сейчас появились. Это здорово показывает, как они мыслят, а что у них такое в голове, и чего они хотели бы. Это очень показательные вещи, и они дают определенную пищу для размышления тем людям, которые бы, например, хотели бы их пригласить на работу. Я прошел курс подготовительный здесь, в Scream School, который мне помог определиться. Я когда пришел в Scream School, я упоставил, как много программ, есть всего очень интересного, я не знал, куда мне идти. И я узнал, что есть что-то, что можно тебе рассказать по чуть-чуть обо всем. И вот там я на занятиях увидел Дениса, уже главного преподавателя на факультете композитинг, и то, что он показал, меня просто завлекло. Я понял, что вот я должен понять, как это делается, и заниматься конкретно этим. И таким образом я попал, собственно говоря, на факультет композитинг. Запомнилась больше всего, конечно, съемка в павильоне в Хромакейном, когда мы все вместе, всей толпой два дня провели, делая какое-то общее дело. И это было круто, весело. У нас был шот с корзины воздушного шара, мы арендовали корзину, тащили ее там в павильон, поднимали на лифте. И, ну, наверное, это останется таким ярким, приятным пятном в памяти. У нас, когда мы учились, у нас было меньше возможностей для самореализации, у нас были похожие шоты. И я думаю, что нас оценивали именно в срезе, по одинаковым шотам. Здесь ребята проявили смекалку, проявили свой интерес, и это очень заметно, и это очень хорошо, когда интересна своя работа. Мы ориентированы на то, чтобы наши студенты вышли специалистами, которых возьмут на работу. А это уже накладывает много отпечатков на то, как мы строим свою программу, обучение, какие знания даем, и как подчас, может быть, даже где-то тяжело это происходит, но мы их готовим именно к поступлению на работу в индустрию. Многие из тех, кого мы сегодня увидели, чьи работы мы сегодня увидели, вполне готовы прийти на работу в студию, вкрупную, устроиться, начать, собственно, делать то, чему они учились. Удивил, насколько уровень школы стал расти, потому что год назад, два, это было как-то иначе. И да, мне кажется, с таким уровнем на позицию джуниор композитных артистов можно брать практически всех. Я присмотрел несколько ребят, которого я хотел увидеть на собеседовании, чтобы поговорить с ними и пригласить их либо на стажировку, как минимум, либо на позицию джуниор артиста, для того, чтобы они начинали работать в реальных боевых задачах. Впечатления очень здоровские, я, честно говоря, не ожидала, что будет так классно. За время учебы я очень сильно выросла, потому что я пришла сюда в октябре, я не умела ничего, я хорошо знала Excel и рисовала от руки, все. Это все, что я знала, но теперь, судя по всему, я знаю больше раз, мой диплом признал лучшим. Конечно, я чувствую себя более уверенным. Я могу сказать, что я нашла новую профессию, и она теперь моя любимая профессия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!